Привет, друзья! Как говорится, сколько лет, сколько зим. Миллиард лет мы с вами не виделись, ничего не снимала. Сегодня у нас четверг, праздничный день в Германии. Я, честно говоря, даже не знаю, какой праздник, и меня это мало, в принципе, интересует. Дело в том, что мы не работаем, не рабочий день, и, как правило, в пятницу мы берем, очень многие берут себе отпускной день, соответственно, четыре дня подряд отдыхают. Я тоже не исключение, и так для себя в этот раз и сделала, поэтому у меня свободный вечер. К сожалению, у нас сегодня так немного пасмурно, но я думаю, все равно надо использовать момент, пока нет дождя, и поехать погулять. Так вот здесь мне захотелось остановиться, потому что очень красивый вид. Вы уже знаете, что мы года полтора живем в пригороде Эберсберга, это все находится под Мюнхеном, и у нас здесь такая, ну, тоже природа очень много, также в некоторых местах можно видеть горы. Вот, а сейчас вот просто я стою в полях, такая природа у нас здесь шикарная, и так как сейчас уже, сейчас дорогу перейду, так как сейчас уже так все дело близится к осени, то собирается урожай активно, уже с деревьев там у людей падают сливы, яблоки, все это лежит на земле, и вот буквально за мной, смотрите, кстати, трактор есть. Вот так мы здесь и живем. Здесь очень много сельского хозяйства в этом регионе, поэтому постоянно ездят какие-то вот сейчас сельхозмашины, трактора, потом всякие теселки, велки, и вот поспела кукуруза, там уже такие серьезные початки висят, скоро все это будет собираться. Вот кукуруза вот выше меня раза в два, и на другой стороне дороги тоже огромное поле, но мы с вами едем дальше, я пока что оставляю в секрете, куда мы с вами направляемся. Приезжаю совсем небольшую деревушечку здесь неподалеку, в нашем регионе, смотрите, какие коровки у нас вот пасутся, миленькие. Хорошо им сегодня не жарко, и травы много, лапочки. Я сейчас, конечно, проезжала, много было всяких интересных моментов, но, к сожалению, негде было остановиться, там было поле с овечками, тоже паслись на склоне, такие хорошенькие, и такое поле было с подсолнухами, тоже очень мило. Опять же, я ту свадьбу рекламируется на такой доске, какое-то мероприятие местное, очень приятное место. Здесь вот как раз таки поле еще с лошадками, смотрите, как их здесь много, там женщины с ними занимаются, какие-то интересные породы такие, вот эта первая лошадь, да, короткие лапы и очень мощное тело. Если прислушаться, можно услышать, что они, как они щиплют травку. Иногда коровы подходят очень близко, можно потрогать им нос. Какие звуки, да, у нас и петухи кричат, и кони ржут. Вот, и небольшое озерцо, здесь тоже такой прудик небольшой, наверняка очень помогает в хозяйстве, вот если поливать свой участок, то, в принципе, наверное, можно брать отсюда воду. И на фоне, вы видите, там вдалеке у нас горы, но мы сегодня должны подняться с вами немножко выше, для того, чтобы на них посмотреть, ну, получше их увидеть. Вот здесь интересное место, смотрите, гора с установленными солнечными батареями, то, за что здесь борются люди, которые охраняют окружающую среду, и также местные жители, которые жалуются, что все эти технические сооружения очень портят внешний вид, и вид на ландшафт, включая эти ветряки и всё такое, но встречаются ещё места, где энергию добивают вот подобным способом. В общем, друзья, не самое лучшее время я выбрала для прогулки. Здесь на природе, вы видите, у нас небо просто угрожающее, и надеюсь, что меня не застанет дождь. Вон там вдалеке вы можете видеть горы, видите, очень красиво, тоже у кого-то орёт петух, разрывается, вот, а мне нужно подняться вот здесь вот будет на гору. Здесь вообще такое место, здесь есть музей природы местный, где-то вот среди этих домиков, вот смотрите, здесь даже есть ресторанчик небольшой, который сегодня закрыт по причине того, что праздничный день, вот, а вообще-то очень даже миленькое место, можно будет сюда ещё как-нибудь приехать, вот. Вот, где-то вот среди этих зданий, как они бы не выглядели так по-колхозному, грубо говоря, тоже есть, ну, этот музейчик. Ну, мы с вами поднимаемся в гору, чтобы застать красивый вид оттуда. Ну, вот то место, куда я вас всё это время вела, вид снизу, вот такая смотровая башня. По-немецки это будет называться Ausichtsturm, и находится это место в Эберсберге. Какие ступенечки здесь замшелые, но мне это очень нравится. Вот табличка к этому месту, чтобы вы тоже запомнили, как она называется в случае чего, если вы захотите сюда поехать. А вот такой вот лесной кабанчик, это наш Эберсбергский знак, он встречается здесь вот на гербе, на каких-то опознавательных знаках про Эберсберг. То есть это вот наш посёлок под Эберсбергом относится к его округу. Вот, и я ещё далеко не забралась на смотровую площадку, но, тем не менее, вид уже прекрасный. Видно, что вот здесь уже идёт дождик, и здесь тоже начинает капать. У нас ждёт вот такой подъём. Слава богу, там меня дождь не застанет, но что будет дальше, посмотрим. К счастью, здесь есть, как обычно, это бывает в Германии, вот такие лавочки, где можно немножко перевести дух, потому что, вы слышите, я еле дышу. Всё-таки лестница крутая, и отдых не помешает. Вот уже первые признаки осени в виде таких одиночных пока что жёлтых веток. Друзья, ну дождь не угоманивается, я не знаю. Вот именно, когда я сюда приехала, видите, что поливает. Ну, надеюсь, сейчас тучка уйдёт, и всё-таки горы станут видно получше. Конечно же, я здесь не одна, здесь тоже люди припарковались, целая семья с детьми. Где-то вот за этими деревьями припарковалась я со своей машиной. Вот эта коричневая крыша, это там, где вот мы шли ресторанчик, сами видели. В общем, дождь не прекращается, я вам просто покажу сейчас то, что видно сейчас. Вот такие пушистые поля, это как раз кукурузные такие, как ковры выглядят, да. И вот наш регион, где мы сейчас живём, под Мюнхеном, в Баварии. Очень я рада, что, переехав в Германию, мы как-то вот приземлились именно в Баварии, потому что, я считаю, земля здесь очень красивая. Очень много разных озёр, всегда они где-то в доступности, на машине тем более это не проблема. Ну и горы, конечно, придают какую-то особую изюминку этой земле, земле Бавария, одной из 16 земель в Германии. Вот, и посмотрите реально, как красиво вот эти все крыши, все они вот в таком терракотовом исполнении. Недавно я на работе выполняла один проект в подобном здании, и надо было как-то облагородить фасад. И мне пришлось заглянуть в акты по этой баварской земле, там маленький такой посёлочек, и вот там было сказано правила строительства вообще в этом регионе и правила ремонта и благоустройства. То есть всё, что видно с улицы, всё, что касается фасада, разрешалось строить только вот в белом цвете. Как вы видите, здесь это тоже актуальная тема в белом цвете и с терракотовой, допустим, плиткой на крыше в определённых оттенках. То есть даже если у вас деревянная обшивка, что тоже было разрешено, то оттенки дерева должны были быть светлыми и никак не уходящие в чёрный цвет. Так что здесь очень хорошо так активно следят за тем, как будет выглядеть регион, и вы видите, как это отражается в итоге, что нет какой-то разношёрстной застройки, которая потом будет спорить, современная со старой. Так что вот всё охраняется, сохраняется и остаётся вот в таком первозданном виде, можно сказать, на долгие-долгие десятилетия, а может и столетия. Вот люди как раз сейчас ушли, можно показать вообще, как выглядит сама площадка. Тоже вот лавочка для отдыха. Это другой вид уже, вот совсем на поля леса, да. У нас тут тоже очень зелёный регион, у нас рядом с нашим посёлком очень огромный зелёный массив, но в принципе вы это и сами сейчас видите. Когда я была маленькой, у нас была книжка по Томскому региону, и там были вот такие как раз картинки тоже с огромными лесными зелёными массивами. И вот здесь мне это тоже очень напоминает то место, откуда я приехала, да. Вот, ну и конечно же вот такой агрегат наверняка. Там нужно вставлять монетку, чтобы оттуда что-то посмотреть. А может и нет. Сейчас посмотрим, попробуем. Дох. Да-да, видите, либо 50 центов, либо евро. Надо засунуть в этот автомат, чтобы полюбоваться поближе вот на эти красоты. Друзья, я чувствую, что у меня сноровка на съёмку видео. Немножко ушла, потому что долго я не снимала. И проходит вот эта быстрая какая-то речь, и затягиваю какие-то слова. Но как есть, так есть. Я думаю, что всем порадуемся выходом моего нового видео. Я тоже очень рада. Вот, кстати, смотрите, здесь такая панель, и на ней можно увидеть какие-то вот диагонали и посмотреть, что же там находится на горизонте, вот совмещая это с определённой линией. Здесь становится холодно, так что я заканчиваю это видео. Друзья, буду спускаться вниз, поеду домой. Про эту тему, кстати, я вам уже рассказывала по пути домой. Сейчас встретила поле, решила ещё раз. Думаю, я так редко снимаю что-то, так что можно и повториться. Здесь выращивают цветы для того, чтобы люди сами приезжали и собирали цветочки себе, кто сколько хочет. И здесь никого нет, написаны расценки. И есть вот такая касса, куда вы сами под честное слово бросаете денежки. Вы посмотрите, какой сервис. Тут даже предлагаются ножи для среза растений. И просят, чтобы люди были честные и правильно бросали деньги в кассу. И что вот здесь есть? Гладиолусы, подсолнухи, лилии. Далиен. Это я не знаю, что такое. Фингстрозен. Ну, какие-то розы особенные. Вот, за ними здесь ухаживают. Видите, всё так достаточно культурно выглядит. Вон, кстати, башня, где мы сейчас только что с вами были. Благо, дождик закончился, так что можно выйти ещё здесь походить. Кстати, вот пионы. Видно, что кусты пионов только цветов уже нет. Ну и гладиолусы всем известные. Вот к этим красавцам не поленилась, подошла. Подсолнухи тоже здесь в виде цветов. Можно пройти, пособирать. Видите, люди их постоянно собирают, поэтому кусты не очень такие пушистые. Но вот здесь есть закрытые, есть такие уже серьёзные, с семечками. А есть и более такие свеженькие, именно которые годятся для букета. Вот здесь как много. Красавчики. Не могу не остановиться, вы посмотрите, как я выехала. Уже погода сменилась 50 раз. Вышло солнце, дождь закончился. Он ещё моросит, но всё же эти поля, они меня просто завораживают. И вот, казалось бы, деревенская жизнь, но я так ей наслаждаюсь. Мне так нравится, вы посмотрите на эти краски, насколько красиво, насколько шикарны эти усадьбы здесь, которые занимаются сельским хозяйством. О, это просто нечто. Вы посмотрите на эти краски. Потрясающе. Поэтому я с удовольствием на этой ноте с вами попрощаюсь, а не на той пасмурной. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»